Глядя на меня, зажатого в тесноте на втором ряду этого автомобиля, вы, скорее всего, подумаете, что я нахожусь в каком-то купе. На самом же деле, это кроссовер. Evoque является самой компактной моделью бренда Range Rover. И первый за последние два десятилетия с трехдверным кузовом. Между прочим, в сегменте премиальных кроссоверов больше ни одна компания трехдверок не предлагает. Выглядит Evoque стремительно и даже спортивно. Недаром производитель именует его купе. Кстати, креативным дизайнером этого проекта является Виктория Бэхом. Может, поэтому Evoque так сильно привлекает внимание окружающих. Но и внутри автомобиля можно любоваться. Интерьер настолько неординарен, что рассматривать его можно очень долго. Чего только стоит рулевое колесо. Произведение дизайнерского искусства. Также в центре внимания находится и кругляш управления автоматом, который заменяет традиционный рычаг. Пользоваться им довольно удобно. Да и места в салоне он занимает минимум. Здесь же расположен блок управления настройками полноприводной трансмиссии. Не заслуживает похвалы неважнецкое разрешение цветного экрана. За счет низкой посадки и малой площади остекления у водителя создается впечатление, что он сидит за рулем спортивного купе. Увы, со всеми вытекающими последствиями. Самым неприятным из которых является скверная обзорность. Меня это уже не удивляет. Evoque в движении похож скорее на купе, нежели на кроссовер. И еще жестковатая, но энергоемкая подвеска позволяет поддерживать достаточно высокую скорость даже на разбитом асфальте. А если дорога ровная, то на Evoque можно и полихачить, ведь система стабилизации тут отключаемая. Это удивляет еще и потому, что у британца весьма внушительный для кроссовера дорожный просвет, превышающий 20 сантиметров. На тесте у нас дизельная версия Baby Range. Четырехцилиндровый мотор при рабочем объеме 2,2 литра выдает весьма достойные 190 лошадиных сил. Однако на деле машина оказалась все-таки несколько медлительнее, чем от нее ожидаешь. После нажатия на акселератор Evoque думает секунду-другую и лишь затем начинает ускоряться. В общем, от этого внедорожного купе ожидаешь лучших скоростных показателей. Агрессивный купеобразный кроссовер порадовал ярким дизайном и неплохими ходовыми качествами. Жаль только динамика у него скромная. От Baby Range я ждал большей прыти.